Вчера утром у подножья многострадальной недостроенной телевизионной башни у цирка встал круглосуточный милицейский пост. Два патрульно-постовых милиционера Ленинского районного управления внутренних дел, сменяющие друг друга каждые 8 часов. Вчера же специальные службы закончили заваривать последние, самые тайные лазейки внутри башни. Металлическими листами теперь закрыты даже окна круглого бетонного цоколя, а на месте того, что раньше считалось центральным входом, установлена бетонная плита на металлическом каркасе, намертво приваренная к телу башни. Теперь, если это обрывать, то только грузовиком. Но такого варварства не допустят дежурящие у подножья телебашни милиционеры. Задача им поставлена ясная и четкая. Охрана общественного порядка, и чтобы на башню люди не залазили, не лазили на башню, потому что очень много было случаев, когда башни падают, лазят, те, кому не лень. И поставлена приказ, поставлена задача охранять эту башню от посторонних людей, чтобы на башню никто не лазил, не залазил. И то есть эту задачу мы выполним. И это правильно. А то он взять хотя бы телевизионное агентство Урала. Мы уже и своими силами пытались бороться с этими самыми восходителями, и лестницу обрезали внешнюю, пресекая самый опасный путь наверх, и к властям сколько раз обращались, апеллировали, чтобы тоже со своей стороны пресекли. Вот ведь Тау, скажем, накоплен огромный кинематографический и телевизионно-спортивный опыт освоения башни. Но большую часть года мы не имеем возможности это дело демонстрировать, чтобы не разжигать нездоровый интерес. Показывать можем только зимой. Так ведь они же и зимой еще лазят. Но сейчас, кажется, все. Милицейский пост на своем месте, двери и окна замурованы. Можно и кино показать. Тем более, очень хочется надеяться, что теперь действительно никому не удастся просочиться внутрь, а тем более наверх телебашни. И душераздирающая по своей эмоциональности надпись на стене «Верните дверь» останется без ответа. Хотя на башню, конечно же, идут люди. Шли они сюда и вчера, шли сегодня. Некоторые, завидев пост, разворачивались и уходили. Некоторые вступали с милиционерами в беседу. Интересовались, что да как. Пришли девушки. Рассказали, что назначили здесь своему молодому человеку свидание. И поэтому будут ждать. Может и обманули. Так или иначе, но на телебашню теперь не попасть. И, возможно, мрачная череда трагедий, связанная с этим многострадальным объектом, наконец прекратится.